Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике мы с вами рассмотрим вот такой вот дисплей диагональю чуть меньше 1 дюйма и разрешением 128 на 64 точки. Этот дисплей основан на контроллере SSD1306 и примечателен этот дисплей тем, что выполнен он по технологии OLED, а значит должен быть очень-очень контрастным. Мне дисплей достался вот с такой вот синей платой с таким интерфейсным разъемом. Эти платы бывают разные, также как и дисплей бывают нескольких модификаций. Об этих всех нюансах я вам расскажу чуть позже, а сейчас давайте запаяем интерфейсный разъем. И так как я буду этот дисплей втыкать в бредборд, то я запаяю обычную прямую гребенку, которая шла с этим дисплеем в комплекте. Итак, для начала давайте разберемся, каких видов бывают подобные дисплеи. И тут нужно отметить, что вот этот дисплейный модуль, он на самом деле состоит из двух частей. Это непосредственно дисплей, в этой части у него расположен контроллер дисплея SSD1306 и от контроллера дисплея идет гибкий шлейф на обратную сторону платы. Вот здесь он припаян. Ну и вторая часть, из которой состоит модуль, это сама непосредственно вот эта плата, которая является по сути переходником. Она содержит некоторую обвязку небольшую, некоторые перемычки между ножками, а также разъем интерфейсный. Ну и крепежные отверстия, понятное дело. Так вот, сами вот эти дисплейные модули с шлейфиком бывают нескольких видов, нескольких форматов. Самый распространенный, пожалуй, вот этот с разрешением 128 на 64 точки. Также бывают дисплеи в два раза меньше высотой с разрешением 128 на 32 точки. И еще бывают более мелкие дисплеи с разрешением 96 на 16 точек. Сам вот этот контроллер SSD1306, он заточен под OLED-матрицей, то есть его не встретишь в каких-то TFT-панелях, только в OLED-дисплеях. И максимальное разрешение у этого контроллера дисплея как раз 128 на 64 точки. Также эти OLED-дисплеи бывают разными по цвету. Вот в этом формате, по крайней мере, дисплеи встречаются белые, синие, а также бывает такая разновидность, у которой верхняя полоска желтого цвета, такая полоса желтая, а все остальное синего цвета. Желтая полоса высотой, по-моему, 16 пикселей. И такой желто-синий дисплей я тоже заказал одновременно вот с этим белым, но он, к сожалению, до меня не дошел и продавец вернул деньги. Также различаются вот эти вот платы, которые идут в составе дисплейного модуля. Их существует довольно много различных версий. И у меня, кстати, далеко не самое удачное. Чуть позже расскажу почему. В чем отличие между этими платами? Дело в том, что контроллер OLED-дисплея SSD1306 поддерживает работу по одному из нескольких интерфейсов, работу с микроконтроллером. То есть он может работать по E2C, по SPI и по параллельному интерфейсу. И у него на шлифе есть три линии BS0, BS1, BS2, с помощью которых контроллер-дисплей в момент включения определяет, по какому интерфейсу ему предстоит работать. Так вот, разные платы, вот эти дисплейные, они отличаются тем, что позволяют работать по разным интерфейсам. Бывают максимально гибкие варианты, у которых много пинов выведено на плату с вот этого шлейфа. Также есть перемычки или дип-переключатели, или джемпера на ножки BS0, BS1, BS2. Бывают варианты более компактные, которые позволяют работать только по E2C и либо по SPI с возможностью переключения. Ну и бывают варианты плат, которые позволяют работать только по E2C, либо только по SPI. Вот этот мой вариант платы, он рассчитан на работу только по SPI. Давайте обратимся к даташиту. В нем есть такая хорошая табличка, которая поясняет, каким образом, в зависимости от состояния ножек BS0, BS1 и BS2 контроллера дисплея, мы можем выбирать, с каким интерфейсом будет работать контроллер дисплея. Как я уже говорил, здесь есть E2C интерфейс, есть параллельный интерфейс в двух разновидностях. Они отличаются всего лишь логикой работы линии управления параллельной шиной. Чуть ниже сейчас посмотрим. А также SPI интерфейс, он тоже в двух вариантах. Чем отличаются, тоже чуть ниже. Давайте сейчас рассмотрим. На следующей странице есть еще вот такая вот таблица. Здесь вот это вот обозначение линий, которые есть на шлейфе контроллера дисплея, в том виде, в котором они есть на этом шлейфе. Соответственно, по вертикали у нас идут интерфейсы и внутри таблицы у нас те функции, которые выполняют вот эти вот параллельные интерфейсы. В каждом из режимов работы интерфейса. При этом закрашенные серым, соответственно, игнорируются, не используются. А те, которые белые, они используются и выполняют следующие функции, которые внутри ячеек, внутри таблицы. Вот. Как видите, здесь первыми идут два параллельных интерфейса. У них отличаются назначения вот этих двух ножек. То есть, отличается управление шиной, передачей флагов, чтение записи и enable. Дальше идут у нас два варианта SPI интерфейса. Причем, один из них четырехпроводный, другой трехпроводный. Отличие вот в чем. У четырехпроводного интерфейса используется линия DC, выбор, что в данный момент передается в дисплей команда либо данные. В случае трехпроводного интерфейса SPI этот флаг, он передается внутри передаваемого слова. То есть, во время передачи передаются не 8 битов, а 9. И самый старший, самый первый, который передается бит, он и передает, он и содержит в себе флаг DC. Соответственно, в четырехпиновом SPI интерфейсе слова передаются 8-битные стандартные, а для передачи вот этого флажка используется отдельная линия DC. Также видим, что используется чип select и clock, а также вот это в данном случае SPI сигнал MASI, то есть master output, slave input. Как видите, нет возможности читать из контроллера дисплея данные, только можем писать. На самом деле все последовательные интерфейсы позволяют только писать и не позволяют читать. Чтение доступно только на этих двух параллельных интерфейсах. Дальше рассматриваем. У нас идет E2C интерфейс, у которого нет никакого чип select, нет ножек управления шиной. Есть, как и у всех остальных, Reset. Также ножка DC при работе по E2C используется не как флаг передачи данных либо команд, а как ножка, которая задает один из битов E2C адреса. То есть на одну E2C шину теоретически можно поставить два таких дисплея на таких контроллерах, выставив у каждого из них разное состояние, разный логический уровень на ножке SA0. Таким образом у них будут два разных адреса. Также хочу обратить ваше внимание на то, что в случае работы по E2C интерфейсу у контроллера на разные пины выведены вход и выход линии SDA, которые должны снаружи дисплея, то есть на плате дисплея замыкаться. Давайте взглянем еще раз на мой модуль. Напоминаю, что он заявлялся продавцом как модуль с интерфейсом SPI, но вот какие вещи меня в нем смущают. Смотрите, во-первых, на интерфейсном разъеме отсутствует сигнал chip select, стандартный SPI сигнал. Как выяснилось, он на самом деле замкнут на землю тут вот на плате под шлейфом, что на самом деле не есть хорошо, потому что если в вашей системе на этой SPI шине сидит еще что-то, еще какие-то устройства, то контроллер дисплея будет слушать все данные, которые вы шлете другим устройствам и будет воспринимать их как данные, предназначенные для него. Дальше смотрите, обратите внимание на обозначение вот этих двух ножек. Это CLOCK и MASI. Но обозначение почему-то взято у E2C шины. Также меня смутило, что на обратной стороне вот эти вот два резистора, вот этот и вот этот, они подтягивают шину, точнее линии CLOCK и MASI подтягивает зачем-то к плюсу. То есть, как это нужно было бы сделать в случае E2C интерфейса. Но совершенно не нужно на SPI плате. Вот этот вот резистор тянет ножку RESET к плюсу. То есть, ножку RESET можно не использовать, если она вам не нужна. Вот этот резистор задает ток, текущий через сегмент OLED матрицы. Так вот, вот эти все какие-то косяки непонятные меня поначалу очень смутили и я даже пытался сначала заставить этот дисплей работать как E2C модуль. Для этого мне пришлось отпаять вот этот вот шлейф. Там вот, если видно, вот эта вот дорожка земляная заходит под шлейф и подходит к некоторым ножкам. К сожалению, не отсоединив шлейф, непонятно куда конкретно подведена земля, можно только прозвонить. Вот, мне для перевода этого дисплея в режим E2C пришлось обрезать линию дорожку, которая идет на ABS1 линию, тем самым переключив его в режим E2C. А также пришлось поставить перемычку между ножками SDA-OUT и SDA-IN для того, чтобы микроконтроллер, запросив E2C адрес этого контроллера дисплея, получил подтверждение от него, о том, что такое устройство присутствует. Для этого нужна эта перемычка. Вот, отладил работу по E2C, после чего вернул все свои изменения и отладил работу по SPI. Кстати, распиновка вот этого шлейфа, она не соответствует той, которая дана в даташите на SSD 1306. Я вот где-то здесь сейчас вставлю правильную распиновку моего шлейфа, если вам пригодится на всякий случай. Итак, давайте подключим наш дисплей к микроконтроллеру. В данном случае мы будем подключать к микроконтроллеру AVR. По ссылкам в описании вы сможете скачать также исходники такого же точно демо проекта для платформы STM32, вот для такой платы. так давайте втыкаем дисплей и посмотрим, что же у нас делает демо проект. Такое небольшое приветствие в начале, 4 секундное. Далее идет вывод символов различных двумя разными шрифтами. Вот этот шрифт моноширинный 6 на 8 пикселей, после чего все то же самое выводится уже пропорциональным шрифтом 16 на 10. Причем вот этот вот шрифт, если присмотреться, не удается сфокусироваться на нем хорошо. Он нормально прорисован, в отличие от того подхода, который обычно используют, масштабируя более мелкие шрифты до более крупных. Здесь он реально более качественно прорисован. Он, кстати, срисован со шрифта Arial полужирного, с полужирного варианта. Вот, точно такую же логику имеет демо проект для STM32. Та же самая библиотека. Возможности библиотеки и ее структуру я покажу чуть позже. Основана она на той библиотеке, которая использовалась в видео про светодиодные матрицы. Вот, там она впервые была использована. Был тогда один вот этот вот шрифт. И в дальнейшем я планирую со всеми графическими дисплеями использовать эту библиотеку. Контроллер дисплея содержит в своем составе буфер кадра. Это оперативная память объемом 1024 байта, в которую мы можем загружать данные для отображения по интерфейсу. Также по интерфейсу мы можем давать команды контроллеру дисплея. Собственно, признаком, флагом DC, Data Command, контроллер дисплея и определяет, что в данный момент в него передают. Причем при передаче очередного байта для отображения в буфер кадра, при записи в буфер кадра, этот байт отображается в виде 8 точек, в виде колонки из 8 точек. И сразу же после записи в буфер кадра очередного байта на отображение, внутренний указатель в буфере кадра, он сдвигается. Причем сдвигаться может по разным правилам. Может сдвигаться вниз, может сдвигаться вправо, например. Также может он сдвигаться, начинать движение с правой стороны, либо с левой. В данном случае, я считаю, самый удобный способ, который у меня здесь используется, это первый байт ложится в левом верхнем углу в столбик. И дальше происходит сдвиг по горизонтали до конца, после чего сдвиг вниз на очередные 8 пикселей и снова по горизонтали происходит сдвиг. Таким образом заполняется весь дисплей. Давайте теперь подключим к нашему интерфейсу обмена с дисплеем логический анализатор и посмотрим, что происходит на линиях интерфейса. Кстати, я обновил программное обеспечение логического анализатора до последней бета-версии и она, помимо изменений в дизайне интерфейса, также поддерживает гораздо большее количество анализаторов, интерфейсов и протоколов. Вот смотрите, какой теперь стал список поддерживаемых интерфейсов и протоколов, но по-моему он увеличился раза в полтора или два по сравнению с прошлой версией. Итак, давайте сделаем захват. Вот он наш обмен с дисплеем, это одно обновление индикатора, то есть полностью обновление всего буфера кадра. Так, давайте посмотрим, не перепутанный ли клок смоси, нет, не перепутанный. Здесь у нас используется частота SPI 4 МГц, сама отмега работает на 8 МГц, поэтому между передачей байтов такой внушительный интервал. Это накладные расходы на подготовку очередного байта к передаче. Таким образом, на самом деле, 4 МГц частотой SPI не имеет смысла выставлять. Нужно, наверное, выставить один, либо два, и вот эти интервалы уже станут не такими существенными. Но время обновления немного увеличится. Вот, при 4 МГц мы получили 4,2 миллисекунды обновления буфера кадра. Также перед буфером кадра летят команды, устанавливающие указатель на начальное состояние. Вот. Я потестировал работу с дисплеем на разных интерфейсах, на разных микроконтроллерах. Вот результаты, которые у меня получились. Напоминаю вам, что по E2C максимально возможная частота работы это 400 кГц. На этой частоте время обновления индикатора составляет 25 миллисекунд. При работе по SPI максимальная частота, заявленная для этого контроллера дисплея, это 10 МГц. Но на самом деле я проверял и на более высоких частотах. Сам SPI интерфейс работает нормально, правда, неизвестно, как влияют вот эти вот интервалы между байтами, потому что они были на таких частотах уже существенными. Здесь ДМА я не использовал в STM32. У AVR вообще нет ДМА. Поэтому у AVR от накладных расходов вот этих никуда не денешься. Вот интервалов между байтами. Вот. Ну и, скажем, если взять частоту 1-2 МГц, то время обновления индикатора составляет вот в данном случае 7-11 миллисекунд, что, в принципе, довольно приемлемо и позволяет реализовывать плавные различные анимации и эффекты при выводе на дисплей. Вот. И с точки зрения выбора интерфейсов, ну, наверное, выгоднее использовать SPI за счёт более высокой частоты передачи. Вот. По протоколу тут, в принципе, пояснять особо нечего. Байт за байтом идет передача из буфера микроконтроллера в буфер кадра контроллера дисплея. Вот. Одно обновление 1024 байта. Теперь давайте я пробегусь по демо-проекту и по библиотеке, которую я реализовал для монохромных дисплеев, по тому, из каких модулей она стоит и где они находятся физически. Смотрите, для работы с нашими дисплеями нам нужны модули работы с интерфейсами, а также с GPO. Модуль GPO вот здесь, и 2C SPI модули здесь. Они содержат элементарные команды типа начать обмен, передать массив байт, закончить обмен и так далее. Вот эти модули, они используются модулем SSD 1306. У него внутри реализация передачи в контроллер дисплея команд и передача данных в буфер кадра. То есть, всё, что касается именно контроллера SSD 1306, оно всё здесь вот реализовано. Здесь все настройки дисплея при инициализации. Настройка ножек с помощью модуля GPO. Ну и передача данных и команд в зависимости от выбранного типа интерфейса. Интерфейс вот здесь в заголовочном файле определяется вот этим вот параметром. Тип интерфейса, подключение. В данном случае у меня выбраны SPI четырёхпроводной, можно здесь выбрать и 2C ещё. Вот. Также положение, расположение ножек микроконтроллера, к которым подключаются сигналы, всякий служебный RESET, CHIP SELECT, DC тоже выбирается вот в этом файле заголовочном. Дальше. Этот модуль SSD 1306 используется другим модулем. Вот этим вот модулем, который реализует всю логику работы с монохромными дисплеями, с одноцветными. То есть, он позволяет, ну, заполнять буфер обмена, естественно, позволяет регулировать яркость дисплея, позволяет рисовать на дисплее прямые линии, прямоугольники, окружности, позволяет выводить строки. Причём, ну, строки разными шрифтами, причём с помощью форматированного вывода. Вот у нас в цикле MAIN, в процедуре MAIN, вернее, в приветствии используется как раз для демонстрации форматированного вывода. Вот такой способ вывода, вызов функции этого модуля DISP1COLOR. PRINTF – это функция, делающая форматированный вывод на дисплей. Это координаты начальные левого и верхнего угла, куда будет выведен этот текст. Шрифт, которым он будет выведен. И строка форматированная. В ней, помимо самого текста, существуют, точнее, содержатся вот такие вот конструкции для перехода на следующую строку. Вот их две. А также вот со спецификатором D, то есть процент, и после него идёт спецификатор типа данных. Это и есть форматированный вывод, то есть при выводе на дисплей вот этот процент D будет заменён на параметр, который идёт после форматированной строки. То есть выведется электроника на следующей строке в объективе, на следующей строке выведется год 2016. Его, конечно же, можно было вставить прямо во внутрь строки, не делать форматированный вывод, но это сделано специально для демонстрации. Вот. Ну и Disp1Color модуль при выводе текста используют вот эти вот модули. Соответственно, фонд, который общий для всех шрифтов, содержит вот здесь список функций доступа к символам шрифта. И вот такие два шрифта. Вот этот шрифт F6x8 моно, моно-ширинный шрифт, он был у нас в проекте управления светодиодными матрицами. И вот этот шрифт пропорциональный F10x16, он был добавлен специально для этого дисплея, потому что пиксели у него очень мелкие, разрешение высокое, физические размеры дисплея мелкие. И шрифтом 6x8 что-то выводить, ну просто очень плохо это всё видно. Вот в принципе всё. Ну тут модуль с задержками, с реализацией задержек, которые нужны у нас в логике мейна. Вот он сам демо-проект, вот все строки, которые по очереди выводятся. Шрифт при этом в виде переменной оформлен, и он чередуется здесь. В общем-то всё довольно просто, использовать библиотеку легко. Можете брать и включать свои проекты. Итак, друзья, давайте подведём итоги по этим дисплеям. Ну сразу же жирный плюс за технологию исполнения этих дисплеев, то есть OLED. OLED нам даёт очень высокую контрастность, достаточно высокую яркость и отсутствие засветки на чёрном фоне. То есть в полной темноте этот дисплей реально выглядит так, как будто белые символы просто парят в воздухе. Вот, у OLED также есть и минусы. Минус заключается в том, что у OLED дисплея в пикселе постепенно выгорают. То есть живут они ограниченное количество времени во включенном состоянии. Поэтому имеет смысл их применять либо в устройствах, которые не постоянно выводят что-то на дисплей, а периодически включаются. И вообще само устройство не работает круглосуточно. Если же нужно постоянно что-то выводить, то необходимо применять какие-то алгоритмы, чтобы смещать эти надписи, хотя бы по рабочему полю дисплея постепенно их сдвигать. То есть это не будет влиять на функциональность устройства, но при этом более равномерно позволит изнашивать пиксели дисплея. Также к плюсам и одновременно к минусам можно отнести невысокое разрешение дисплея. Но минусы понятны. А плюсы в том, что при небольших размерах физических рабочего поля отображения, при таком разрешении мы получаем довольно мелкие пиксели, которые не бросаются в глаза. А также плюсом является то, что при таком небольшом разрешении мы имеем возможность использовать простые последовательные интерфейсы для работы с такими дисплеями. И при этом мы обеспечиваем хорошую частоту обновления индикатора, что нам дает возможность реализовывать более плавные, более крутые анимации и эффекты. Вот. В целом дисплей мне понравился. Наверное, основное применение его в силу габаритов и технологии исполнения это какие-то небольшие устройства компактные, возможно, портативные даже устройства. Вот. Такое примерно у меня резюме. Если вы планируете в каких-то своих устройствах компактных использовать эти дисплеи, наверное, имеет смысл заказывать вам без вот этой платы переходника. Просто дисплей со шлейфом. И на вашей плате самодельной разводить место под шлейф. Шлейф легко паяется, легко отпаивается. Проблем с этим нет. В целом, за свои деньги очень крутая штука, как мне кажется. Подобные дисплеи очень четкие. Вот. На этом обзор можно заканчивать. Всем желаю удачи и успехов. Увидимся в следующем ролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok